МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Не приют и не колония. Что такое центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей? На сцене только осужденные, а главный приз УДО. Как проходит отбор в единственный в мире творческий проект, направленный на социальную реабилитацию отбывающих наказания. В рамках операции «Заслона-1» столичная и рязанская полиция пресекла деятельность межэтнического сообщества, участники которого организовывали поставки и распространение героина в Москву. Примечательно, что координировал и управлял действиями злоумышленников 37-летний мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний Рязанской области. На днях по разным адресам в Москве задержали шестерых подозреваемых. В их квартирах обнаружили и изъяли свертки с героином, общей массой более 2 килограммов. В настоящее время 11 фигурантам предъявлено обвинение в совершении таких преступлений, как приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в особо крупном размере. Министерство внутренних дел постоянно усиливает контроль за несовершеннолетними преступниками, а также за детьми-беспризорниками. Срок содержания подростков в специальных центрах до 30 суток. Там с ребятами работают специалисты, которые знают, как обращаться с трудными детьми. В обычный приют их не поместишь, там дети, которые не совершали преступлений. Есть колонии, но их узники уже отбывают реальное наказание. Сейчас в законодательстве не регламентирован только порядок помещений в спеццентры несовершеннолетних, которые без разрешения родителей или опекунов приехали в Россию из страны СНГ. Еще каких-то 30 лет назад было дико, что школьники при живых родителях и куче родственников могут оказаться на улице или в числе мелких хулиганов. Подобные центры появились в нашей стране в годы войны и вовсе нет недостатка воспитания, потому что дети оставались сиротами и бродяжничали. Только в 1981 году детские приемники-распределители были переданы в ведение МВД. Подобный центр есть и в Рязани, располагается он на улице Баженова. Со стороны это что-то вроде детского сада для старшеклассников. Воспитанникам в очередной раз объясняют простые истины, заботятся о душевном состоянии и следят за дальнейшим жизнеустройством. Этот девятиклассник никак не соберется с мыслями, то ли ему все нравится, то ли дома кормят вкуснее. И только в конце интервью выясняется, что его ситуация далеко не самая худшая. Родители развелись, проживает он в Кораблинском районе с мамой, есть бабушка и дедушка. А между тем сюда подросток попадает уже в третий раз. Муж у меня был хозяин. А его не оказалось дома, а он за ним. Увидел, что он меня как бы застал дома. Хозяин глухой. Вызвал милицию, сюда направили. Пока наставники заботятся об индивидуальном воспитательном подходе, высокорослые ребята делают обиженный вид, мол, сложно им живется, у сверстников и жизнь веселее, и телефоны круче. Вместо того, чтобы помогать мамам, водружают на их плечи еще больше забот. Рязанский центр рассчитан на 25 правонарушителей, и за год через него проходят сотни трудных подростков. К сожалению, не от всех неурядиц в жизни можно убежать, но вполне реально взять новый старт и попробовать дойти к другой цели. Быть взрослыми – это прежде всего отвечать за свои поступки. Вот уже более 10 лет во многих городах России, таких как Ростов-на-Дону, Челябинск, Красноярск, Санкт-Петербург, Барнаул или Вологда, проходят очень необычные концерты. По периметру ДК усилены меры безопасности и служебные собаки. В фойе крепкие люди в форме и по гражданке. А сами артисты после выступления меняют деловые костюмы и вечерние туалеты на спецодежду и отправляются по своим колониям дальше отбывать наказание. Так проходит всероссийский конкурс «Калина Красная». Желающих принять в нем участие тысячи, но этот счастливый билет достается лишь единицам. Сегодня на примере нашего региона мы увидим, как проходят отборочные туры. В прошлом году исполнилось ровно 40 лет с момента создания киноленты «Калина Красная». Именно в этом фильме впервые был поднят вопрос социальной реабилитации осужденных в России. Та же задача и у песенных конкурсов, напоминающих, что в неволе томится только плоть, а вот душа вольна петь о чем угодно. У меня в душе звенит тальянка, при луне собачьей слышу лайк. Фестиваль «Поющая душа», проходящий в нашем регионе, тоже имеет давнюю историю. В этом году хозяевами мероприятия стала исправительная колония номер 6, находится она в Стенькино. Победители направятся во всем России, а уже из них худсовет отберет самых талантливых для участия в гала-концерте. Экзотические инструменты осужденные обычно не используют в исполнении инструментальной композиции. Это обычно гитара, барабан, клавишные, ну вот баян иногда еще у нас вступает. Надо отметить, Калина Красная – единственный в мире творческий проект, направленный на социальную реабилитацию осужденных. За всю историю конкурса ни один его участник не вернулся обратно в места лишения свободы. Кстати, главная награда – условно-досрочное освобождение. Жизнь моя лапта, ловят, всю добьют, протяну на стройке чмана запах. Я страну топтал с севера на юг, а с востока иногда на запад. Вышел на стерню, стаборнул камаз, с ксивою моей не дав фасона. Дуре нагоню, и в кайф не дели бас русского немытого шансона. Даже среди серых осужденных, облаченных в одинаковые костюмы, Алексей выигрышно отличается. Не только талантом. Он и говорит по-другому – честно, здраво, рассудительно. Все не закончено. Все как-то я так… так и получилось, может быть, с этого вот что-то. Не сиделось мне на месте. Вот, то там не закончил, то здесь не закончил. Дома его ждет шестилетняя дочка. Как рассказать ей, почему папа пропустил так много важных событий? Его душа поют практически с детства, но он и не думал, что репертуар Александра Розенбаума выручит его именно здесь. Не зря существуют причины, по которым люди на свободе, у которых, если вдруг интересуются за их прошлое, если такое имело место быть, любят умолчать об этом или избежать этой темы, потому что есть на то действительно серьезные причины. Но и здесь есть люди. Люди есть везде. Все зависит, естественно, в первую очередь от человека самого. Провожали утром рано от родимого крыльца, намотала жизнь шальная первый срок. И вручила нам маманя телогреечку отца, перелатанную вдоль и поперек. Вы знаете, очень много людей здесь, в колонии, кстати, побывав, совершенно, которые раньше не были связаны никаким образом с желанием обогатить свой внутренний мир или развить свой интеллект. Здесь к этому приходят самые, казалось бы, люди со дна общества, полностью, действительно, урки, вот, всерьез задумываются над тем, что существуют такие вещи, как высокохудожественные литературные произведения. Здесь же уйма времени. Люди читают много. А вот стереотип о том, что песни на зоне сплошь и рядом блатные, заметно устарел. Музыкальные композиции исполнители выбирают сами. И, честно говоря, удивляют. Поют лирику иностранные хиты песни Муслима Магомаева. Все имеет срок, а ты бессмертна страна. Жизнь моя, дыхание мое. Меня зовут Роман, я из ИК-3 строгого режима. Давно-то? Четыре года. Тогда два года. Ну, вот остался. Может быть, раньше получится. Роман на сцене с 15 лет. О том, что такое вкус победы, знает не понаслышке. Неоднократно получал дипломы на всероссийских и международных конкурсах. Как говорят, о тюрьме и отцу мы не зарекайся. Ну и мне, в кавычках, посчастливилось пройти эти университеты, которые желательно, конечно, пройти заочно. Здесь, знаете, какое образование получаешь? Никогда на воле такого образования не получишь. И ничего, что я не стал академиком, но не прошла мимо меня жизнь и красота. Пусть кому-то и трудны понедельники, а мне полегче, если рядом братан. Для самых ярких на наш вкус исполнителей мы тоже приготовили маленький подарок – возможность передать телепривет близким. Я передаю всем привет, кто меня знает. Конечно, маме передаю привет, девушке передаю привет, Насте, которая, надеюсь, дождется меня. Еще, как говорится, недолго осталось мне сидеть. Все проходит, пройдет и это. Скоро домой, 4 месяца осталось всего. Ну а если честно, то публика на таких концертах, мягко говоря, специфическая. И многие откровенно завидуют артистам. Завидуют вообще любому проявлению внимания. Они бы и рады рассказать свою историю, да вспоминать из прошлой жизни до тюрьмы особенно нечего. Иногда проходят месяцы и годы, прежде чем осужденный, наконец, понимает. Только в колонии с ним впервые начали обращаться по-человечески, несмотря на статью и линию поведения. Мигрантам, приезжающим в Россию за жильем или работой, часто бывало трудно найти общий язык с местным населением. В прямом смысле слова. Бомбарбея! Киргуду! Что он сказал? Особенно много вопросов появилось после вступления в силу новых норм законодательства, касающихся мигрантов. На днях мы сами посмотрели, как работает Центр тестирования граждан зарубежных стран. Если в 2013 году, когда открылся Центр экзамены по русскому языку, сдавали только отдельные категории мигрантов, трудящихся в сферах торговли, ЖКХ и обслуживания, то с этого года вспомнить правописание, имена знаменитых полководцев и главные праздники приютившей страны придется абсолютно всем. Есть, которые очень хорошие результаты показывают, дают очень хорошо и на 90 баллов, и 100, и выше 90 баллов. Готовлюсь через интернет только. В интернете всех есть же. И это самое правильное решение. Материалы для подготовки к тестированию, а это более 100 позиций, размещены на российском тестовом консорциуме. На родине многие учились довольно неплохо, но богатый и могучий русский язык ставит в тупик даже отличников и хорошистов. Если еще недавно большинство тестируемых приезжало из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, то сегодня на первом месте Украина. Люди хотят остаться в России. А Табек привез свою семью из Таджикистана. Я уже 10-й год, у меня видно, что это своя неделя, и у жены хотят мне документы. Вы работаете здесь, в России уже давно? Да, да. А с русским языком, как у вас, с историей России? Ну, я знаю немножко, да. Немножко? Да. Теперь надо сдавать экзамен? Да, да. Сложное дело? Да, наверное, сложное. Тахеру уже 37, ему повезло больше. Он приехал давно и учился в нашей школе. Сегодня привел в центр своего племянника и искренне переживает, что новые изменения в законодательстве не на пользу его землякам. Сейчас вот люди приезжают сюда, у них месяц есть, чтобы сдавать документы в миграционную службу. А вот тут они экзамены сдают, а в течение трех недель они дают сертификат. Я так думаю, они не успеют, потому что еще после этого они должны сдавать экзамен на медицину, там всякие анализы. Ну, а там тоже есть срок. У дверей кабинета начальника центра пусто не бывает. И почти каждый просит как можно скорее получить необходимые документы о сдаче экзаменов. Мы говорим, иди готовься, нужно приготовиться к тебе, потом через время прийти и сдать. А я хочу завтра сдать экзамен. Я говорю, завтра ты не будешь по-русски говорить лучше, чем ты сдал вчера на неудовлетворитель. А я все равно хочу завтра. Я говорю, пиши меня, сестра, я хочу завтра сдавать экзамен. Я говорю, ну, ты еще раз придешь, еще раз заплатишь эти пять тысяч. И будешь платить, и каждый день завтра приходите. И в заключении ложка дегтя от журналистов. Нам не раз приходится слышать за кадром, что очень многие мигранты считают одолжением для России свой визит. Указывая, что наши за их зарплаты так работать не будут. Данная категория граждан мгновенно перестает понимать русский язык, как только это становится невыгодно. Беспардонно ломятся к сотрудникам госучреждений и забывают о культуре. Как будто после экзаменов вовсе и не важно уважать чужой менталитет и соблюдать элементарные нормы поведения. Наша программа подошла к концу. Удачи на ближайшую неделю и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин